Включил. Значит, в прошлый раз, а именно в позапрошлый раз, точнее, если быть точным, во-первых, всем привет. Да, это я забыл сказать. Безусловно, всем привет. В позапрошлый раз, когда мы говорили, мы говорили, приводили пример чтения Мишны, какой-то главы Мишны, трактатики души. Вот что происходит потом? Ну, а происходит довольно любопытная вещь. Я не помню, насколько я рассказывал, было такое понятие ерхейкала. Ерхейкала – это дословно, вообще-то, если переводить дословно, это, как это принято, месяц невесты. Но это не совсем так. Это всеобщий сбор на месяц. Значит, в Вавилонии история выглядит так. Два раза в году, по весне и по осени, все продвинутые ученики вместе со своими учителями из всех городов Вавилонии. А Вавилонии, значит, давайте так, географически это самый центр нынешнего Ирака, окрестность Тигра и Ефрата, ну, так, где-то в центре страны, вот, если брать, вот, представьте себе Багдад, и вокруг Багдада, Багдада описать окружность радиусом, там, километров 200. Большая территория, да? Что-таки помните, что 200 километров – это сегодня сел на машину и через 3-4 часа ты проехал 200 километров. 200 километров – это 5 где-то дней путешествия, это если очень спешить. А так, это и неделя, вообще-то, вот, где-то нормальное время путешествия. Значит, вот такая территория. Значит, и, соответственно, ученики из всех городов, продвинутые учителя, собирались вместе на всеобщее собрание. Собрание таких проводилось в нескольких крупных городах, и некоторых, и есть ешивы. Вот теперь про ешивы тут ситуация выглядит так. Слушайте, я вот пытаюсь понять, нужно ли рассказывать о том, как выглядит политическое устройство еврейской общины в Вавилонии? Или это можно пропустить? Натан, ты можешь подпишись? Да, народ, скажите, мне неизвестно. Кому-то известно и кому-то неинтересно? Отвечать, пожалуйста, быстро. Ну, не знаю, народ молчит, мне кажется, имеет смысл досветить. Значит, ну, давайте я просто напомню, тогда я сделаю вид, что я напоминаю. Значит, еврейская община в Вавилонии наследственна со времен Мардыхая, то есть современ царя Ахашвироша, описанная в Магилат-Эстер. И до 1948 года, новой эры, обладала правом независимости. Во главе общины стоял человек, который назывался Рейш-Галута. Раис, да, Раис – это глава. Раис – это арамейская глава. Раис-Аль-Раис – это глава… Вот, например, у Рамбова в египетской общине был титул «Аль-Раис-Аль-Ягуд» – глава еврейской общины. Рейш-Галута, глава диаспоры в Вавилонской, наследовательно, там менялись политические системы, там одна империя изменяла другую, артаксиды, ахмениды, потом арабы пришли, ничего, все равно. Еврейская община, все подтверждали ее исключительно и права, и самоуправление. Глава этой общины был придворным, то есть это была должность, признанная текущим правителем. Опять, неважно, как он называется, он может называться царем, он может называть приперсах шахом, он может называться королем, он может называться, вот как хочет, султаном при мусульманах, вот как хочет, так и называется. Но он всегда очень крупный царедводер, входит во двор его величества и считается одним из знатнейших людей, именно знатнейших, я не имею в виду, что у него крупный администр Тебичин, он является образцом самого знат, одного из самых знатных людей этой территории. Вот, во времена мусульман, когда упоминали, что такое истинное знать с родословной, то Рейш Галузов всегда был образцом. Это род Давида по прямой мужской линии, царя Давида. Поэтому уж куда знатнее это. Значит, фокус вот какой. Во главе, естественно, как я называю род, это означает, что во главе общины всегда стоял человек, представитель рода по прямой мужской линии, вот этого рода, от царя Давида, который идет, он ставил всегда, но не обязательно старший сын. Это мог быть не старший сын в некоторых случаях. И титул мог переходить к племяннику, он мог очень по-разному проходить, не обязательно от отца к сыну, но он остался всегда внутри рода. Вот теперь есть два очень важные обстоятельства. В Вавилонии есть, было две очень важных ешивы, одна из которых называется Гаон Яков, величие Якова. Значит, в основном, я не буду сейчас путешествовать главных ешив, описывать, но считается главным, когда вот все это утряслось, там были изменения, я эту историю не рассказываю, во главе этих ешив стояло два человека. И эти люди по названию ешивы Гаон Яков, величие Якова, носят титул Гаон. Их два обычно Гаона. Значит, Гаон. И этот титул Гаон так за ними и закрепился. Потом титул Гаон стал мельчать, его стали раздавать направо и налево. Но то, что слово Гаон, оно еще ведь созвучно даже на русское ухо греческому гений, хотя слова даже, как называется, этимологически не связаны. Потому что одно слово греческое, да, гений, а второе слово иврит, Гаон, величие. Но слова похожие. И мы видим, кстати, что там в европейских странах, когда про кого-то говорили он Гаон в еврейском мире, у Гаон Шермамаш, он настоящий Гаон, то имеют в виду именно гений. То есть это слово сместило значение. Но в эпоху, о которой мы говорим, Гаон – это титул главы вот такой же. Их два на всю Вавилонскую общину. Два Гаона. И здесь начинается важный момент. Обустройство власти. Рот Рейш-Галута выдвигает, когда приходит время, когда умирает последняя Рейш-Галута, рот Рейш-Галута выдвигает кандидата, кого они хотят видеть во главе общины. Так вот, утвердить этого кандидата могут только два Гаона. Они должны единогласно утвердить этого кандидата. То есть нужны их подписи. После чего нужна будет еще подпись правителя под этим, но она автоматическая. Ну, я подозреваю, что значит автоматическая. Я подозреваю, что всегда идет то, что сегодня происходит, что предварительно есть договоренности согласиться или двор. Но обычно это подпись автоматическая. Значит, в результате, значит, во главе общины стоит человек, утвержденный двумя Гаонами. Двумя главами Еши. Это обязательная процедура. Когда приходит время назначать нового Гаона, вот там нет правила родов. Во главе Ешивы может стать, вот нет правила, из какого рода стоит человек. Это может оказаться самый неожиданный человек. И классический пример, что в конце, извините, в начале X века во главе одной из крупнейших Ешив становится выходец из Египта, причем который получил образование в Египте. Некоторое время учился в Дамаске, потом приехал в Вавилонию, там довольно быстро получил титул. Вот насладитесь для тех, кто знает иврит, насладитесь титулом. Алуф Хатура – это стандартный титул. Генерал Тары, да, на современное ухо. Но тогда Алуф – это не генерал, конечно, а по-другому воспринималось слово. Но Алуф Хатура – это предводитель от имени Тары, я имею в виду Рава Саади и Гаона, после чего он становится во главе Еши. То есть это, ну, это, значит, вот для того, чтобы было понятно, о чем идет речь. Представьте себе, что в какой-то момент во главе, скажем, Оксфордского университета встает свеженький иммигрант из России. Да, это, в общем, понятно, что это до чего же вы дошли уже, что вам он понадобился. Но, тем не менее, вот такая история была. Значит, опять, для назначения Гаона вообще сама Ешива выдвигает, но подпись Рэдж Галута тоже нужна под этим назначением, потому что мы видим, что это административная в том числе должность. При этом, например, считалось вполне нормально, что они главы судебной власти, например, и именно через них идет, их решение – это высшая апелляционная инстанция. Они же являются то, что называется в мусульманском праве словом факих, они являются главными снатоками закона, и, например, в финансовых процессах, в которых участвовал род Рэдж Галута, если одной из сторон был какой-то серьезный представитель этого рода, то подписи под решением вот этих Гаонов обязательно. То есть это вот правильная система, что вот судья должен быть не с улицы, а уже высокопоставленные, самые высокопоставленные судьи эти дела рассматривают, но просто из-за давления, которое оказывается. Вот это устройство. Если учесть, что главы всех еврейских общин, больших и маленьких, учились в одной из этих двух ешив, оттуда выходит весь административный аппарат еврейской общины в Вавилонии, то нетрудно догадаться, каких размеров влияние у Гаонов. То есть влияние Гаонов огромное. Это в Вавилонии. Вот так это обстояло. Вот если вам интересно, то по сравнению с этим ешивы в Эр-Эс-Исраэль, под словом Эр-Эс-Исраэль надо шире понимать, это главное ешива, опять зависит от эпохи и периода, я не хожу в исторические истории, в историю так, как происходило, но это Твери, для тех, кто не помнит географию, это в районе Кеннерета, Геннесарецкого озера, оно же Геннесарецкое озеро, оно же Геннесар. Это в районе Твери, это может оказаться в Дамаске, крупный довольно-таки центр был, опять там были путешествия, там длинные истории. Но они куда более академические, вот еврейские общины. В Эр-Эс-Исраэль куда более именно ближе к университетам, то есть они более академичны, менее административны. Давайте так скажем, менее кузницы административных кадров, это Вавилонии, дешивы, а не в Эр-Эс-Исраэль. Поэтому Побден Твер, в Эр-Эс-Исраэль, больше интересуются отвлеченными предметами. В Эр-Эс-Исраэль намного сильнее развивают Агаду. В Эр-Эс-Исраэль очень много занимается Агады. Собственно, Масора, точный текст Торы, занимается в Эр-Эс-Исраэль и слабо занимается Вавилонии. Вавилония интересует вот не вот эти отвлеченные дисциплины, а конкретные, и Вавилония очень сосредоточена именно на законе, именно обсуждает закон, потому что администратору нужно закон, нужны правила. По этому поводу Вавилония и обе, конечно, обе ешивы в обеих краях интересуются законом, и не шна главный текст, который они изучают, но в Эр-Эс-Исраэль, она, ну давайте скажем так, куда более литературно, в том смысле, что, ну вот скажем, по образцам Агады, Драши, ну проповеди, которые к нас дошли, Эр-Эс-Исраэль просто на голову превосходит Вавилония. Это куда лучше, куда больше вкус, ну это действительно, это глубже, это никогда, это всегда очень любой рассказ о Эр-Эс-Исраэль сразу обращает внимание, он всегда очень многоплановый, он всегда с огромным количеством подводных камней и подводных течений, он никогда не бывает лобовой. Вот Эр-Эс-Исраэль имеет другой совершенно литературный вкус. И есть там вот отдельное исследование, сравнение Агады в Вавилонии по сравнению с Агадой Эр-Эс-Исраэль. И это очень любопытно, насколько Вавилония площа, она более плоская в смысле, не в смысле тонкости ума, а в смысле вот этой литературной, литературного богатства короткого рассказа. Я не знаю, я вам, я вам, по-моему, не рассказывал эту историю про там басни, например, есть история басен. Вы догадываетесь, что басня про лесу, она же происхождение не греческого, как все думают, потому что все знают Эзопа, да, а он как бы грек. Тонкость состоит в том, что Эзоп вроде бы даже не грек, а араб купленный это Средиземноморье. И история всех этих басен, она Средиземноморская и далеко не факт, что с этого побережья с европейского приходится, потому что по стилю некоторые рассказы, они явно из других краев пришли. Но разобраться, происхождение басен, там давно концы потеряны, все рассказы, там вот все эти притчи про лисиц. Ну, скажем, давайте так, в некоторых сборниках Эзопа встречаются басни, которые явно заимствованы из писания. Вот это сразу видно. Спорт-дереги, например. В Талмуде есть басни, которые… А, ну, я вспомнил, лев и журавль, по-моему, у этого самого, как его зовут, у дедушки Крылова, это волк и журавль, да, когда, ну, значит, в исходнике, Эзоповом исходнике лев ел и подавился костью, и пускали, как, кто же его вылечит, и позвали журавля, который сумел засунуть ему клюв-глотку и вытащил костью. Когда лев отчелкался, то журавль сказал оплата, заплатить за лечение надо, да, что лев ему сообщил, что то, что ты сунул голову мне в пасть и остался живым, это уже достойная награда, да, вот, вот в еврейском метроше это басни есть, вот просто есть в сборниках метроше, ровно эта басня. Причем, такой вот сюжет, который разобраться, откуда происходит, невозможно, это безнадежно, абсолютно, то есть, я не берусь доказывать, где, кто там автор, но они бродили тут по всему, по всему нашему региону, нашему, это Средиземноморье. Вот, значит, но в Эрцесрале очень ценили их, например, и там, вот, про Раби Мейера, одного из крупнейших авторов Мишны, говорится, что Раби Мейер знал 300 басен, это именно башни про лисицы, он их знал 300, и все эти басни, вот, что здесь важная особенность, все эти басни были привязаны как комментарии к тому или иному тексту писания, это не просто были рассказы, они были привязаны, они иллюстрировали какую-то мысль писания. Так вот, про Раби Мейера говорят, что он их знал 300 штук для такой цели, а у нас там горькая жалоба осталось только три, весь анекдот, что далее эти три приводят комментаторы толгода, какие три, еще надо знать, какие три остались. Да, но вот РЦСРЛ, вот это наследие басен, вот это наследие, вторая форма, которая для РЦСРЛ очень хороша и очень это самое, это умение говорить афоризмами, вот чем, замечательно, вот пиркей, а вот, на полтене отцов, мишна, это именно афористические высказывания мудрецов, и мы их регулярно встречаем там, их намного больше, чем в пиркей, а вот, это вот любовь, говорить афоризмами, она тоже хороша, характерна для РЦСРЛ. и надо сказать, что вот я знаю несколько школ, где, например, уже более там, 19-е, 20-е, когда пытаются посмотреть на своих РЦСР, и вдруг обнаруживают, что их РЦСР не умеет говорить афоризмом, вот просто не умеет, это отдельный талант, как выясняется, вот уметь высказаться афоризмом, афоризмом, это отдельный талант, в РЦСР, он развит, в Вавилонии нет, но в Вавилонии развит закон, это у них там методики изучения закона просто мощные, для того, чтобы было понятно, что такое Талмуд, вавилонский в данном случае, это в своей большей части анализ, приведенный анализ законов Мишны. Причем, вот, чтобы было понятно, что это за техника. Вы меня извините, но моя дочка, она закончила Ярусалимский университет, факультет, юридический факультет Ярусалимского университета. Ну, давайте так, скажем, в современном Израиле это лучший юридический вуз страны. вот, значит, диплом Ярусалимского университета юридического факультета, это как, насколько я понимаю, в России это диплом Санкт-Петербургского университета юридический, да, насколько я понимаю, он считается лучшим юристом. Вот этот факультет. работает по специальности, но не важно. Но она, когда вот много раз говорил, вот что говорит, было самое неприятное при учебе. Вот я сижу и мучаюсь, разбирая и пытаясь разобраться с решением Верховного суда. Тут парень из Ешивы, который Талмуд знает, смотрит и говорит, это очевидно и с легкостью демонстрирует так. Для него это очевидно. Он говорит, они все там такие. Они все читают эти документы, как они их сразу видят, они доскосит видят. говорит, и есть юридическая техника, которая развита у выпускников Ешив, например, эта техника развита на автомате глубоко. Вот это Вавилонский Талмуд. Как раз вот он дает вот эту изумительную юридическую технику. Но так как закон еврейский касается самых разных областей, то эта юридическая техника, например, может сопровождаться мощной экономической теорией. Вообще-то я сегодня собирался на примере обсуждения Гемары показать, как за законом ставятся экономические теории. теории. Причем экономические теории высшего класса, ну, скажем, для 19 века по сравнению с 19 веком. А мы разбирали, я собирался разбираться текст приблизительно 2-3 века, 16 веков. Разница. Тем не менее, вы видите, что там теория есть. Опять, она не актуальна, но теория совсем с этим. Так вот, что происходит самого важного? Понятно, что желательно, что те, кто хотят учить Тору, Мишину и закон, учились у себя дома. У себя дома в смысле в каждом городе, чтобы была Ешива, место где учиться. Так и было организован. Но два раза в год было четкое распределение, какие города, какие Ешивы, каких общий, кому относятся. И два раза в год все ученики и их учителя, причем ученики не младших классов, как бы сегодня сказал, о колледже. Собирались на Большое собрание и там обсуждали заданное на дом. Значит, итак, на последнем Герахкалах объявлялось, что в следующий раз мы учим такую-то главу Мишны, такой-то трактат, такая-то глава, всем явиться подготовленными. У вас на подготовку или там две главы, три главы, сколько-то по объему. В следующий раз всем явиться подготовленными. Это значит, что все дома изучают, думают, пытаются понять, что за всем за этим стоит. Потом на следующем приезде все обсуждают. По этому поводу читаются лекции уже вот этими генералами Торы из Дешивы, а иногда и Гаотами. И вот это обсуждение, оно является центральным. Так вот, все это я буду к чему рассказать. Вот эти обсуждения являются конспекты этих обсуждений на протяжении приблизительно с 220-230 года новой эры до приблизительно 500 года, то есть за 300 лет, 550-го, приблизительно за 300 лет и являются Талмудом. Вот эти, да, они несколько подредактированы, они отобраны, происходил большой отбор. Причем там регулярно можно понять, в каком порядке составлялся Талмуд, в каком порядке, что было раньше, что было позже. Просто по неявным ссылкам, потому что уже обсуждено по очевидности. Я сейчас не буду рассказывать, как это делается, это можно проделать эту работу. Не всегда, но иногда видно, что где основное место, где боковое место. И вот эти конспекты, вот эти обсуждения, лекции, особо хорошие лекции составляют есть Талмуд. При этом я хочу заметить, что понятно, что то, что до нас дошло, это то, что было сочтено самым тщательным и хорошим анализом. Но в некоторых случаях приведены анализы нескольких поколений друг за другом. Причем вот видно, вот такой-то, который жил через век, начинает ссылаться на предшественника, и ясно, что он видел его конспект. То есть это вещь, которая тщательно существовала, и развивалась. Вот для того, чтобы понять, как устроена голова Талмуда, я долго каждый раз пытаюсь понять на образце чего учить, показывать, как устроена Талмуда. Я хорошо помню, с чего начинали учить в старопрежние времена, о большинстве мест, которые я знаю, учили, я готов вам показать это место, с чего начинают учить Талмуда. Талмуд начинают учить со второй главы трактата баба мэтия. давайте я сделаю шею. Обрати внимание, у тебя теперь есть инструментарий наверху, ты можешь подчеркивать текст, выделять и стрелкой показывать все такое. Аннотейшн у тебя написано. У меня все пропало сразу же, у меня начинает попадать в такой в узкую полоску все сворачивается тут же, как только я делаю шею. А ты, если мышкой заезжаешь наверх, то у тебя, смотри, у тебя там верхнее меню, там должно быть аннотейшн, нет? Ну, неважно. У меня пропадает меню тут же. Ну, хорошо, ладно, неважно. Как только я ставлю шею, у меня тут же все сворачивается в узкую полоску. You are screen sharing и stop share, все, что там есть. Срамно, ну, может, потому что у тебя на двух экранах, ну, неважно. Стоп, видео, а, вот есть аннотейт. Вот я тебе про это игрок. А, надо просто подобраться было, все. Может, стрелка, хорошая штука, ты можешь стрелкой идти по тексту и показывать, если ты хочешь народу показать то место, которое ты творишь. вот смотрите, вот это, ой, как красиво-то. Это я просто пробую пера. Вот начинают вот с этой, нет, это не Мишна, это Гемару начинают с этого изучать, то есть Талму. Так, еще, теперь, давайте на словах. Итак, есть Мишна и есть Гемар. Вот в порядке такого иврита. Значит, все знают, в иврите есть слово лилмод, ламад, учиться. В старом иврите есть слово шана. Шана это тоже учиться, но я бы сказал, что оно связано с двумя вещами. Оно повторять, да, глаголы шанод, это повторять. И, ну, куда более важное это слово зуб шэн. Это зубрить. На самом деле, Мишна, Миша шоне, это зубрить. Это учить наизусть практически. Это удивительное сходство с русским языком. Потрясающе. Наверное, меня, когда я наконец сообразил, что там какой-то дражба по поводу Мишна, что вот зубы стер, обмешнул, что вот он ее укил, повторял, я только сообразил, что слово зубрить там так и придет из этого слова. Значит, дело в том, что Мишна, это в большинстве случаев, ну, это такая вещь для зазубривания, заучивания. Вот, но надо сказать, что красивое совпадение с русским зубрить, которое мне просто понравилось. Значит, по этому поводу названия Мишна это учение, да. есть второе слово учить, но оно уже арамейское, это гаммер. Значит, стандартное построение глагола пааль, ну, для тех, кто в курсе еврита, оно строится по образцу гаммер, катель, гаммер, шады, не буду рассказать, как устроено глаголы, арамейском они похожи на иврит, но по-другому звучат, естественно, другое звучание, но похоже. Значит, гаммер, или гаммер, как хотите, это учить, только на арамейском. Отсюда термин гемара, это тоже учение, только на другом языке, только на арамейском теперь языке, и гемара это обсуждение Мишны. Теперь, вот теперь глагол ламад, да, Талмуд, оно как бы так принято обозначать соединение Мишны и гемары, вот когда говорят я учу гемару, то имеют в виду, что учат вот эти комментарии к Мишне составленные в период от третьего до может быть 550 года, вот этого периода, это гемара. Когда учу Мишну, все знают, что имеется в виду, что учат непосредственно только текст Мишну, но с комментаторами обычно Бертинура в наше время, Раби Авадия Бертинура, Ну или Тегатя более такой длинный подробный более подробный более длинный но Тегатя это уже 20-й или 20-й очень популярный А Талмуд это значит я учу вот соединение в одной книжке называется Талмуд Слушайте, а зачем мне так сложно? Вот скажите, то, что сейчас выскочило, у вас видно или не видно? А что должно было выскочить? Алис Талмуд, да? Нет, там сейчас я открою его открою и покажу. Ты не можешь переключаться между окнами, ты должен закрыть шер, открыть новый Да, да, глагол шанот в смысле заучить, обратите внимание, не учить, а именно зазубрить шенантамла ванеха заставь выучить наизусть своих детей, правильно? Там именно выучить наизусть это зазубрить заставь зазубрить детей. Абсолютно верный пример шенантамла ванеха чабах и так далее это библейский глагол но оно именно зубрить это не обязательно понимать глубоко это просто выучить Лист Толмуда который мы видим это образец Листа Толмуда это варшавское издание типография вдовы и братья Ром я когда-то я не знаю говорил но вообще вот это издание типография вдовы и братья Ром это такой был национальный проект всего европейского еврейства и на это издание скидывались все евреи Европы это проект по нынешним временам надо оценивать я как-то считал эти деньги пересчитал у меня получилось под 150 миллионов этот проект то есть речь идет о миллионах стоимость этого проекта это издание Толмуда с проверкой по рукописям тщательной сверху всего на свете от потрясающей красоты набор ну сами видите сейчас я попробую уменьшить лист получился уменьшить ну чтобы обычно мы настолько привыкли к таким изданиям что просто забываем красоту набора а это вручную сделано это без компьютера все сделано вот это совершенно непонятно это ручной набор это сделано вручную ну размер естественно его у меня нет к сожалению нет ни одного Виленского тома в размер том чтобы а есть ну вот это стандарт размер Виленского издания ну естественно это более но это репринтное изране издание репринтное но это то же самое издание только перепечатанное копии но вот этот размер красота А4 или А3 А4 А3 да А3 ну во всяком случае часть это А3 ну больше А3 это стандартный печатный лист ну вот А3 да да но по-моему это меньше по-моему дело в том что я те тома Виленские у меня же естественно когда я живу в России были Виленские тома Виленские и Виленские ну не весь Талмут но там был пяток другой томов этих и на самом деле по-моему все-таки Виленское издание я пытаюсь сообразить все-таки нет по-моему оно А4 скорее было по-моему все-таки оно было но у тебя в руках А3 явно у меня А3 но по-моему по-моему все-таки А4 было или А3 с половиной по-моему все-таки А4 это преувеличение я не хочу вводить в другую сторону но вообще это совершенно непонятно совершенно непонятно каким образом можно как ты говоришь сделать вручную это же один ли должен быть с другим вся идея как бы компьютерного набора ну вот еще нет ну А3 получает ну я тебе говорю А3 понимаешь компьютерный набор ведь лист самое главное у тебя текст переходит он переливает страницу на страницу то есть не надо возвращаться ими обратно как можно все подгонки сделаны уникально все подгонки текста сделали уникально абсолютно причем вот поймите размер листа размер листа и сколько гемары сколько раши значит вот смотрите значит правило выглядит так вот та сторона которая ближет к решку вот это ты можешь там стрелку взять стрелка а вот вот эта вот часть которая ближе к корешку это комментарий раши к талмуду значит давайте так вот это талмуд это гемара вот в середине гемара вот эта вот часть это гемара причем мишна вот мишна вот она а вот буква гм я потом увеличу покажу они это гемара они тут в одним сплошном централе значит вот комментарий раши комментарий тесофот со стороны ближе к обрезу вот это к обрезу это второй комментарий основные комментарии сейчас показываю теперь дальше к нему один из древних очень уважаемых комментарий вот этот вот мелкий набор это рабейну хананель это ну классика теперь к этому есть потрясающие две вещи а именно ссылки перекрестные на шульхан арух на другие места в талмуде плюс есть еще примечания несколько примечаний по уточнению текста на листе значит давайте теперь увеличу и покажу где что значит вот теперь вот мишна как я и обещал вот мишна вот буква гм это гемара вот буква гм чем бы тут нарисовал стамп это что формат шик клей вот лайт это подсветить как я понимаю да вот гемара это вот собственно начал гемара значит значит вот это 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 есть виленской издании единственная разница по сравнению с виленскими изданиями что компьютером было сделано это вот эти выделения жирным шрифтом в раше заголовки в раше выделены жирным шрифтом и я открою вам тайну эта работа была выполнена в 90-х годах прошлого века только вот до этого всего таких выделенных заголовков в раше не было эта работа в 90-х годах прошлого века была выполнена и почищена компьютерным методом бумага была почищена просто за кучей репринтов несколько стало замазан покажу что происходит где-то у меня было нечищенное одно один нечищенный том кедушин был трактат нечищенный это вот чищенный уже а вот у меня в руках том для бедных учеников ешиф он без комментариев сзади нет чистое издание довольно таки но здесь уже смазаны буквы довольно сильно и смазан шрифт поэтому шрифт попортился за такое количество копирований значит но вот это вот издание вот это собственно то чего и произошло вот это огромное количество теперь объемы теперь талмуда как объемы оценить трудно вы же видите что на листе талмуда есть центральная часть это еще один лист я просто переключился на другой лист есть центральная часть иногда она бывает очень маленькая кстати это собственно талмуда а все что вокруг это комментарии причем вот скажем у всех учеников ешиф есть расходящееся косоглазие все мы на автомате просто ну так так обучены автоматически читаем собственно текст гемары и комментарии раша одновременно умудряемся это читать то есть одним глазом глядеть в основной текст одним глазом читать комментарии раша это все обучены то есть но это автоматически это обучение происходит автоматически здесь обучать особо не надо но привычка смотреть одним глазом всегда в Раше, и она вырабатывается очень быстро. Просто еще раз, та самая проблема, о которой я пытаюсь сказать. Проблема центральная по изучению Талмуда состоит в том, что это конспект. А вы представляете, что такое читать чужой конспект? Чужие конспекты читать безумно тяжело. И всякие, кто учился в университетах, отлично знает, что если он не написал конспект, а потом пытается готовиться к экзамену по чужому конспекту, насколько это трудно бывает иногда. Причем, чем умнее тот, кто пишет конспект, тем хуже читать его конспект. Потому что он то, что ему очевидно, не записывает, а записывает просто тему, упоминает. Лучше все старательные девочки, которые плохо понимают вообще тему, они записывают все старательно подряд, их конспекты самые хорошие. Но Талмуда достоинством не обладает. Это тяжело прописанное конспекты. Но компенсируется это тем, что классный мысль, классный анализ, высококласснейший анализ, который действительно демонстрирует, откуда идут и как устроены вот все методы анализа текстов, то, что называется герминевтика в науке. Ну, не обращай внимания на эти умные слова. они идут вот отсюда. Вот это какой-то высочайший класс анализа текста. Причем красиво выстроенный и, что очень важно, фокус в том, что в Талмуде, вот при изучении Талмуда прививается одно качество, которое требуется от всех. именно очень ценится оригинальность мышления, но как бы оригинально ты ни мыслишь, ты должен быть в состоянии доказать то, что ты говоришь. То есть твоя красота, твоя мысль должна быть доказана, должна быть обоснована. У меня есть знакомый психиатр, который говорит, что для шизоидов, ну, не настоящих шизоопредников, конечно же, шизоидных весьма личностей, ничего лучше Ешивы не придумано, потому что оригинальность мышления, которая должна твердо стоять, тверда, обоснованность, она, в общем, приучает некоторые дисциплины мышления. Дисциплина мышления, вырабатывающаяся вот этим, это вот дополнительные выгоды, которые готовят, она действительно уникает. Умение смотреть в корень, который вырабатывается, умение задать правильно вопрос по тексту. И это именно безумно свободный анализ, он действительно свободно делается, и он удивительно четок еще в одной вещи, что ничего не существует просто так, все погружается, вот все эти голые законы мишны, они погружаются в некоторую атмосферу знаний и понимания устройства мира. То есть, как бы, все эти знания, они отвлеченные, но они всегда базируются на некоторых представлениях о мире. И вот эти представления о мире, они очень важны. И они тому-то умудряются по ходу дела все эти знания. Тот лист, который я открыл и который я собирался зачитать, я просто не ожидал, что такое длинное предисловие понадобится, которое я собирался зачитать, небольшой отрывок отсюда, это теория биметаллизма. Сели там, вот кто-нибудь экономику учил или там историю, а вот там, скажем, вторая половина 19 века, а в России это конец 19-го, начало 20-го века в России, а в Европе это с 1860-го года, а в России с 1890-го, я не помню, реформа Витте. Значит, теория биметаллизма, кто-нибудь слышал про теорию биметаллизма? Нет? Теория биметаллизма состоит в следующем. Деньгами являются серебро и золото, как известно. Деньги бывают золотые и серебряные. Вопрос, в каких отношениях они находятся, золото и серебро, и не нужно ли отменить хождение серебра, чтобы ходило только золото. Ну, реально, то, что происходило в конце 19-го, начале, во второй половине 19-го века, для тех, кто увлекается экономикой, все, наверное, слышали Бреттон-Вудское соглашение, которое отменило хождение золота как денег. Но мало кто знает, что было Парижское соглашение, 19-го века, которое отменило хождение серебра как денег. А было Парижское соглашение. Это уже более старая история. Так вот, обсуждение, что такое биметаллизм, там куча романов, вот читаешь романы 19-го века, начало 20-го века, там со столом велись умные разговоры об биметаллизме, о хождении серебра и золота, в каких отношениях находится золото и серебро. Так вот, это тема для маленьких детей, это регулярно одна из первых глав, которых учен Петти, и как раз посвящена первая половина обсуждения, что такое деньги, чем деньги отличаются от товара, являются ли деньги товара, является ли золото и серебро, что деньги, что товар, золото, серебро и медь, не забудем еще мелкую деталь, есть золото, серебро и медь, что деньги, что товар, вот это обсуждение считается очень подходящим для молодых людей, которые приступают к изучению Талмуда. Считается, что это очень удобно детей этому обсуждать, а детей посвящать в эту тему. Ну, детей, подростков, все-таки, Талмуд начинает гемару, учит уже подростков, лет так, редко раньше, 10-11, хотя были гении, которые начинали и с 8. Были такие чудесатые дети, ну, из самых знаменитых таких детей, это Виленский Гаон, Раби Ильяку, из Вильна, который в 13 лет читал душераздирающую лекцию о Талмуде, и там считалось нормальным, мальчик из хорошего дома, Равинского дома, в 13 лет читает лекцию по Талмуду. Честь Барби Цвы, он теперь взрослый, он теперь демонстрирует, и он демонстрирует свое понимание и нестандартность своего понимания, обратите внимание, про честь в 13 лет лекцию по Талмуду считается правильно и хорошо, и уметь не просто прочесть лекцию, а уметь ответить на заковыристые вопросы собравшихся. Это высший класс, но таких не много, я сразу говорю, не стройте иллюзии, такие были, они все, о них всех рассказываются, но это вот было. Значит, ну вот, где-то вот так, значит, я в следующий раз все-таки вам хочу рассказать, как выглядит обсуждение теории биметаллизма в Талмуде, потому что можно доставить удовольствие, потому что прочесть, причем, героем, одним из главных героев, который начинает обсуждение, это Рэби, Рэби, я уже сказал, это Рэби, Ягудах Наси, автор Мишны, и его сын, который рассказывает, его сын, Рэби Шимон, который рассказывает, что вообще-то в юности мнение Рэби Ягуды было другим, чем в Мишне. И вот дальше обсуждается, почему его мнение сменилось, почему он изменил свое мнение и почему он стал думать иначе. По этому поводу вот это как раз как происходит вот начало обсуждения то, что превращается в гемару. По-моему, это место, оно очень хорошо и оно любопытно, естественно, потому что все-таки как в те времена оценивали, чем отличается золотая монета от серебряной и что является деньгами, это, по-моему, ну, любопытно. Окей? Ну, вот так. Если есть какие-то вопросы, я готов по поводу... Подай, дамы, быстрые вопросы. Да, есть вопрос по поводу родословия вот этой глав Вавилонской общины, то есть они, я правильно понял, все вели от Давида, потом через Мордехая, и так... Нет, нет, Мордехай не из рода Давида, Мордехай не из рода Давида, а из рода Давида в этой истории является совершенно не тот человек, который вы думаете. Из рода Давида в этой истории является... Сейчас... Сейчас я назову его. Значит, последний царь Израиля, ну, иудей, естественно, Как же его звали? Так вот, не Большацар, а где у меня книга Мехэми? Сейчас. У меня вдруг вылетело из головы имя последнего царя, который в Вавилоне был. Какие у меня пророки-то лежали. Зарубавали. Зарубавали. Он же... Значит, там длинная история про последнего царя иудеи, которые пустили в Эр-Цесраиль, который вернулся в Вавилонию, и там вот от него идет этот род. Это Ехония, это туда уже в конец династии надо идти. Это не... А Мордехай, он вообще из колена Бенгемина, он даже не из колена иуды, как положено было бы, из колена Бенгемина, и из рода царя Шауля, судя по тому, как написано его родословие. Он видел его родословие сведено к Бенкиш, к Кишу, а это род царя Шауля, а не род царя Давида. А там как раз род царя Давида был. Я хочу заметить, последний, вот значит Ешива главная потом была, когда вот объединение Ешив произошло, оно стало Бавилонская Ешива, и она просто существовала до 1948 года в Бавилонской. Извините, я говорю что Багдадская Ешива, вот объединение Ешив, Багдадская Ешива просто существовала до 1948 года. И потом куда все эти потомки Давида. Ну вот, например, тот, кто был в Нахалаот в Иерусалиме, знаете район Нахалаот, да? Там есть Ешива Йоцей Бавель, так и написано, выходцев из Бавилона. Это вот те самые, это эмиграция 1948 года. Вот там, где вы видите Йоцей Бавель, это вот они, выходцы из Бавилона, они себя, хотя государство давно называется по-другому, но себя они называют Йоцей Бавель и Ешива, и их синагога, их есть, на Халаот есть синагога. Я не знаю, сохранилась ли она. Самая большая их синагога была напротив Махане Яхуда напротив рынка, туда чуть-чуть внутрь зайти, там была у них синагога довольно приличных размеров, симпатичная. То есть их было довольно много, и они вот до Багрома в 1948 году вполне нормально жили. То есть это очень долгая община, долго просуществовавшая. И титул Гаон, но он потерял свое значение приблизительно в XI веке. Но опять согласитесь, что титул, который имел значение, был высочайшим титулом в 8 веков, это есть о чем говорить. Ну, вот так. Окей. У меня технический вопрос маленький, просто у меня не выходит из головы. Есть ты говоришь, ну, то есть не ты говоришь, какой-то факт известный, что это был как бы ручной набор. Кроме всего того, что ты говорил, насколько я понимаю, он же зеркальный. наборчик он выкладывал наоборот. То есть это шизуха полная. То есть он должен все эти тексты выложить в зеркальном порядке. Ты знаешь, я вообще не могу представить себе это у него, как это может быть. читатель рассказывал. человек, который работал в Советиш Геймланд. Кто-нибудь слышал про журнал Советиш Геймланд? Советиш Геймланд это советский журнал на идыше. Ну, да. Наборщиками журнала на идыше были наборщицы русские, которые идыше не знали. женщины. Да, набор был ручным. Еще компьютерного набора, когда существовал Советиш Геймланд, никто не знал про компьютерный набор ни в 70-е, ни в 80-е годы, чтобы понимать. А этот журнал, я не помню, с какого года издался, в 60-х он был точно ясно. Советская Родина. Советская Родина, да. Ну, вот, и кто-то описывал, как вот этих наборщиц, женщин, русских совершенно, которые, еще раз, идыше они не знают, учились набирать на незнакомом шрифте, они этих литер не знают, они этих букв не знают, не то, что не знают идыше, они этих буквок не знают. Их учили набирать это. Там вначале было довольно много смешных ошибок, но они дальше стали наборщицами и свободно набирали его. Это умение отдельное. Но вот советские журналы там в нескольких научных журналов я видел в советское время еще, где, скажем, когда автору надо было вставить текст на иврите из Талмуда, цитату, то поместить буквы кверх ногами для них было пара пустяков. То есть регулярно вдруг ты видишь отрывок кверх ногами набранный. там наш преподаватель математик, когда ему надо было написать АЛОФ ноль, ну, математики знают, что в математике обозначается АЛОФ ноль, мощность счетного множества. Значит, когда ему надо было нарисовать АЛОФ ноль, рисовал такую жуткую закорюку, которая попытка объяснить ему, как пишется, АЛОФ провалилась с треском. Да, круто. Он не мог нарисовать АЛОФ. Нет, главный преподаватель этой темы мог нарисовать АЛОФ каллиграфическим почерком, но у него идящий иврит были вполне родными языками. Я понимаю, да, окей. Но его аспират уже не мог нарисовать АЛОФ. Да, круто. Круто. Ну, набирали те же, ты говоришь, вот эти вот женщины, которые набирали, у них перед глазами был, по-видимому, мышонаписанный текст, они с чего-то набирали, визуально букву, и они знали, что... А у этих был рукописный текст при этом, у этих был рукописный текст, еще в предачу ко всему. Ну, а наборщики Талмуда, у них был перед собой как бы сделанное, я не знаю, как тексты очень сильно основывались. Дело в том, что вот это варшавское здание, вдовы и братья Фром, оно базируется на... как его называют? Вау! Старость, не радость. Венецианском здании. 1518-го, что ли, года. Вот, оно базируется на венецианском издании. В наше время венецианское издание там в интернете можно найти. Они похожи, поэтому я подозреваю, что они держали перед собой венецианское издание, что сильно облегчало им жизнь. В венецианском издании не скачал просто образец листа венецианского издания, там не будет вот этих боковых наборов, там будет только Раши, Талмуд и Тософот, там будут только три комментарии. Два комментария, там еще остального не было. У них перед глазами было, что сильно облегчало жизнь. Окей. Ну, это, в общем, фантастически чудовищная работа, понять, поскольку, ну, как бы, я Катонти, но я делал Талмуд, что называется... Я показывал как-то советскому наборщику Талмуда, он сказал, что мы такое набрать не можем. Мы такого не набрали. Вот он честно признался, что сегодня мы такого набрать не смогли. То есть, у нас вся эта техника потеряна напрочь. Да, потрясно интересно. Даже эта часть техническая, она потрясно интересна. Потрясно интересно. Окей. Ну, хорошо. Можно было дальше разговаривать на эту тему. Техническая, даже техническая часть стороны этого дела меня дико интересует. Ну, окей. Ну, хорошо. Мы на этом заканчиваем, господа и дамы. Шаббат шалом. Хорошо? Шаббат шалом всем.